Всем большой привет, мои драгоценные зрители! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня в Аватар Ворлд вышло обновление! Добавили долгожданную школу, огромное гигантское здание! Я вместе с вами уже хочу его посмотреть и заглянуть, что же нас там ждет! Давай, девочка, вставай, просыпайся, а то мы опоздаем школу! Ребят, я опаздываю, я совсем опаздываю, надо быстро вставать и собираться! Надо быстренько расчесаться, почистить зубки и пойти позавтракать! Так, бери щетку зубную! Надо почистить зубки, давай, девочка! Торопись, поторапливайся! Все, почистили зубки, теперь давайте расчешем волосы! Нифига, так она себе щетку зубную прям сквозь стаканчик просунула! Вся на нервах сегодня! Расчесывай волосы, женщина! Что ты стоишь и смотришься в зеркало? Так, умоемся немножко и нанесем увлажняющий крем! Давайте также используем вот такие вот классные духи! Ну а что у тебя с волосами-то? Сделай укладку себе небольшую! Не можешь же ты так вот с такой челкой идти в школу! Я немножко уложила волосы и давайте переоденемся! В чем мы сегодня пойдем в школу? Надо подобрать какой-нибудь школьный наряд! Думаю, вот эта юбка отлично подойдет! И также возьмем такой свитерочек с жилеткой! Так, обувь! Сними ты свои носки! Думаю, выбрать вот эти вот туфли! Я думаю, мы готовы спускаться и идти на кухню позавтракать! Надеюсь, домработница уже приготовила что-нибудь для меня! Да, она оставила круассан! Как это мило! Спасибо ей большое, потому что у меня совсем нет времени на готовку! Давайте перекусим круассанчиком! И нальем себе чашечку кофе! Так, нальем кофеечек! Что-то ты мимо там наливаешь! Давай, девочка, наливай скорее себе кофе! Если честно, я не наелась! Ну что это за завтрак? Один круассан! Ребят, я голодная! Я не могу идти в школу голодной! Что у нас тут есть? Давайте себе яйцо пожарим! Вот, положим сковородку! А что в кастрюле? Почему она пустая? Кастрюля пустая! Как ты вообще можешь? Чего ты здесь работаешь? Непонятно! Все, закрываю холодильник! Добавим масло! И разобьем себе хотя бы одно яйцо! Вот, я приготовлю себе яичницу! Давайте скушаем еще яйцо! Замечательно, ребят! В принципе, в школу можно еще взять с собой что-то вроде фруктов! Какой-нибудь снэк, перекус! Давайте в школу на перекус возьмем вот этот вот клубничный йогурт! Сейчас я покажу, что возьму с собой в школу! Это, конечно же, учебники! Положим сюда пару учебничков! Также я возьму парочку карандашей! На перекус у меня йогурт соком! И, конечно же, не забыть взять мобильный! Ну и можно еще взять планшет, поиграть на переменке, например! Вроде бы все поместилось! Краситься в школу я особо не буду! Вот, наведу небольшой тон! И нанесу немножко румян! Ну что, друзья, я готова идти в школу! Мой первый школьный день! Давайте выйдем из особняка и загрузимся в новую локацию! Школа! Так, мы попадаем вот в такое вот здание! И первое, что я вижу, это какую-то уставшую женщину! Уставшую женщину с закрытыми глазами! И если мы на нее нажмем, она их открывает! Похоже, это учительница! И она имеет четыре действия! Действие с объяснением! Еще одно действие с объяснением! Но с закрытыми глазами! То есть уставшая! Такая вот злая учительница! И первый, тоже объясняющий жест! Симпатичная учительница, если честно! Мне нравится ее образ, ее стиль! А это что на столике? Неужели это указка? Похоже на целую биту! Вот честное слово, ребят! Это похоже на биту, а не на указку! У нее также стоит рабочий компьютер! Сюда она, наверное, оценки заносит! Даже страшно представить, какие там оценки у людей! Я, кстати, вижу еще картину! А что мы можем сделать с доской? Мы можем это все нафиг стереть! Зачем я это сделала? Она тут старалась, расписывала! Мы все отстерли! На доске можно рисовать цветными ручками! А почему не мелкие? Такие яркие цвета! Желтенький! Голубенький цвет! Розовый! Это самая необычная доска вообще во всех играх, которые я видела! Если в только бок и прямая доска, то тут она как-то наискосок! И это делает ее немножко интересней! Мы также видим вот такой вот органайзер! Этот органайзер вы можете забрать себе в домик! Я считаю, нам надо поставить пятерку за такой гениальный пример! Посмотрите, какой мы пример решили! Ни один ученик такой его не решит! А вот мы смогли! Давайте, кстати, достанем девочку! Извините, надеюсь, я не опоздала! В самом-самом уголке есть скелет! Если мы нажмем на скелет, то он помашет! Или попытается занять позу побега! Скелет хочет сбежать, но у него ничего не получается! Что ты делаешь? Скелет, хватит танцевать! Самое логичное место для танцев устроил! Давайте сотрем этот ужасный рисунок! И также на доске можно рисовать или писать что-то адекватное! У этой доски есть также минус! И если вы возьмете ручку и попытаетесь ее перенести в центр, то все равно будет такая полосочка рисоваться! То есть оторвать вот эту вот линию вы никак не можете! Если в току-боку вы можете писать там 2 плюс 2 равно 4! То здесь будет какая-то ерунда! Посмотрите, ребят! Мне не нравится, как это сделали! Зачем такое вообще обновление добавлять? Вот как написать 2, потом что мы... Ну, видите, не получается плюс нарисовать на доске! Экран двигается! А если мы попытаемся, то в центр не переместим! Может быть сверху как-то подкрасться? Или сделать плюс на весь экран? Нет, видите, ребят, перекрывается! И пример адекватный написать не получается! Либо вы должны начинать с самого начала, с самого уголка! То есть берете ручку и прямо из уголка выезжаете! Тогда получится написать 2 плюс 2 равно 4! Вот вы понимаете, что это 2 плюс 2? Я бы никогда не догадалась жизни! Возможно, здесь хорошо писать на русском языке! Можно написать, например, солнышко! И то будет солнышко уже с какой-то палочкой! Солнышко! Отсюда лучше всего получится буква А, наверное! А-ня! И можно еще попытаться нарисовать сердечко на доске! Надеюсь, нас на это не отругает! Давайте я напишу Я вас Люб Люб Я вас люблю, дорогие мои зрители! И посылаю эту надпись вас! Все, хватит хулиганить на доске! Давайте зайдем в класс! И у нас на парте спит какой-то персонаж! Какой-то ученик! Так, а почему ты такой маленький? Ребят, похоже, я попала в младшие классы! Но посмотрите, какой интересный ученик! Учебник имеет особенности на лице! Также у каждого есть свой рюкзачок! Обратите на это внимание! Такой вот серенький с планетой! Мы видим учебник в рюкзачке! Бутылочка с водой! Блокнотик! И в принципе все! В пенале есть все необходимое! Карандаш, линейка, калькулятор! И точилка! Полезный комплект! Не нужно приобрести такой же комплект! Потому что я все напихала по отдельности! За второй партой тоже есть пенальчик! В этом пенале линейка, калькулятор, точилка! Ого! А в точилку воткнут карандаш! Мне нравятся их пеналы! У всех, кстати, одинаковые пеналы! У меня такого нет! И этот рюкзачок такой миленький! Мороженка! В рюкзачке есть учебник, бутылочка с водой и также блокнотик! Мне нравится этот рюкзачок! Ребят, было бы здорово, если бы и здесь появился какой-нибудь школьник, школьный магазин! Ну, то есть товары для школы, там тетрадочки, учебники! Можно было бы купить калькуляторы те же самые, линейки! Обратите внимание, на подоконнике есть горшочек с растением! А за окошком мы видим вот такой вот стадион! Там есть ворота, футбольный мячик! Я вижу на другом подоконнике еще одну вазочку с растением! И следующая парта также имеет пенал, в котором есть линейка, калькулятор, точилка с карандашом! И вот такой вот эстетичный фиолетовый рюкзачок с книжкой, водой и блокнотом! Давайте обратим внимание на следующее место! Следующая зеленая парта! Зеленым стульчиком! Да, у нас тут все по цветам! Желтый, красный, голубой, зеленый! Вот эта девочка розонька! Наверное, она здесь самая милая, самая симпатичная девочка в классе! У вас такая есть? Это явно не я! Я какая-то дилда в этом классе! И красавчик! Но определенно он смотрит на эту девочку! Даже упала с мужчиной, на ногах не стоит! Давайте посмотрим вот это вот школьное место! Здесь также есть учебник такой голубой, бутылочка с водой, блокнотик и в принципе все! В пенале, калькулятор, линейка, точилка! У мальчика, думаю, все то же самое! Карандашик с линейкой, калькулятор и точилка! И также мы видим книжку, воду и блокнот! Теперь мы точно знаем, что нужно брать с собой в школу! Если в только боку мы рандомные вещи собирали, то здесь нам показывают, намекают, как бы, что надо брать с собой в школу! А именно учебник, блокнотик, бутылочку с водой, если вы вдруг пить захотите! И в пенале стандартный набор должен быть! Калькулятор, линейка и точилка с карандашом! Жалко, здесь нет никаких прикольных ручек! Кстати, а это же дверца! Намек на обновление! Возможно, добавят еще один этаж, где будет кафетерий школьный! Или просто бесплатную столовку добавят! В общем, буфет здесь точно нужен! Я его определенно жду! Потому что мне только там и зависать! Либо вообще пойду работать, ибо я сюда не вписываюсь! Посмотрите, ребят, на столике можно проводить опыт с картошкой! Мы сюда вот ставим лампочку и таким образом проводим эксперименты! Есть разные варианты лампочек, сердечком, круглые! Самые стандартные и обычные! Я не знаю, как здесь и успеть за полчаса! То есть урок будет длиться меньше даже получаса! Потому что лимит в игре полчаса! Лично у меня кто-то писал у кого-то целый час здесь доступ в игре! Но у меня вот полчаса! Я могу играть потом, выскакивает лимит! В левой стороне мы также видим всякие шкафчики с трофеями, кубки, интересные фигурки! На стенке висят картины! Эти картины мы можем сворачивать и разворачивать! У меня получается так сделать только с картой! И картинка с египетскими пирамидами! Также я заметила запасные стулья! Вот эти стулья для меня! Наверное на них я только и смогу сесть! Какая-то у меня большая девочка для этого класса! Я определенно ошиблась кабинетом! Но мы сейчас все быстренько посмотрим и незаметно ускользнем! Будем искать потом свой класс! Ой, ребята, было бы круто, если бы здесь еще такое обновление появилось, как старшая школа! Ну или какой-нибудь университет уже после школы! А это и необычная стенка! Тоже сюда можно повесить свои рюкзачки! Что ты машешь глобусом? Хватит его трясти! Если в только бока глобус можно крутить, то здесь она им просто может помахать! Моя девочка слишком большая для этого стульчика! Она не помещается за парту! Мне нужна отдельная парта! Принесите мне отдельную парту! Давайте попробуем перезагрузить мир! Правда у меня слетит мой рюкзачок! Потеряется! Мы загрузились в новый школьный класс и тут обновились персонажи! Пропал тот симпатичный мальчик! И добавили новых персонажей! Мне кажется, эти персонажи намного симпатичнее меня! Они подготовились в школу лучше! Еще хочу показать вам небольшой лайфхак с мусоркой! Мы можем выкидывать предметы в мусорку и доставать их оттуда! Вот такая прикольная фишка! То есть если в только бока вы выкинете предметы и уже их никак не достанете! Только если перезайдете в ту локацию, откуда их взяли! А здесь же можно достать обратно из мусорки! После тяжелого школьного дня я решила зайти в пиццерию и заказать тебе комбо набор! Я хочу взять острые крылышки, пиццу и напиточек! Давайте поставим все это дело на подносик и займем себе местечко! Ничего себе! После школы походу все решили пойти в пиццерию! Посмотрите, ребят, сколько здесь посетителей! Мне даже места не хватает! Просто жизненно, ребят! Каждый занял свой столик! Нет бы вместе сидеть, чтобы как-то сэкономить пространство! Ладно, я прям в центре буду сидеть и есть свою вкусную пиццу! Пока школьная столовая не работает, можно питаться в пиццерии! Я захотела загрузиться в школу Токобока и сравнить ее со школой Аватар Ворлд! Но первое, что мы можем увидеть, это, конечно же, то, что в Токобока есть туалет! Мы этот туалет можем использовать, как бы пользоваться свободно! Здесь есть раковина, мусорка, две кабинки, туалетная бумага и вообще все здесь обустроено! Далее зона, где мы можем зарегистрироваться! Тут такая вот женщина сидит, всегда несменная! Если мы в Аватар Ворлд обновим, небось там и персонажи обновятся! Но здесь вот такой вот стандартный персонаж! Она сидит за компьютером и за вами наблюдает! Мы видим здесь карандашик, такая вот бумажка, тоже небольшие всякие декорации и школьные шкафчики! Я обожаю эти школьные шкафчики! В них есть книжки, кубки, тоже такие тематические шкафчики, например, вот в этом приколы! Туалетная бумага и бомбы вонючкие! Более шпионский шкафчик! Еще один шкафчик, наверное, шкафчик ОБЖшника или любителя ОБЖ! Но у него, кстати, и жвачки! Этот любитель ОБЖ любит жвачки! Сам класс очень богатый, здесь полно всяких предметов, колбы! Чтобы проводить эксперименты, вы можете смешать жидкость, включить огонечек и получить реакцию! Также колбы можно наполнять различными цветными жидкостями! Например, вот радужная, синенькая, взять еще колбы, наполнить желтой, красной, смешивать эти цвета и получать другие! Вот видите, я рыженький получила! Его уже можно вот в эту колбу налить! Ребят, я изобрела прозрачную жидкость, посмотрите! Блин, я смешала синий, и моя прозрачная жидкость исчезла! Также здесь лежит форма! Например, в Аватар Ворлд я не нашла никакой сменной формы, эксперименты по химии там не удастся провести! Но картошка безобидная лежит, и кстати, только Бока есть тоже скелет! Но все мы знаем то, что этот скелет у нас переодевается! То есть вы можете получить одежду скелетом! И эту одежду уже применить на себе, на своем персонаже! Также, что круто, это то, что в Тока Бока есть ноутбуки! Много ноутбуков, различных журналов, книжечек! Мне это безумно нравится! Конечно, в Аватар Ворлд тоже есть книжки, у каждого причем свой набор книжечек, блокнотиков и пеналов! Пеналы одинаковые, здесь же персонажи сидят вот с такими вот листочками! О, момент! Точно! Здесь персонажи могут стоять на партах! Вот так вот хулиганить они могут! В Аватар Ворлд я такого не нашла, не заметила, по крайней мере! Может быть, там получится встать на парту? Я потом проверю, потому что у меня появился лимит, и я уже не могу туда вернуться! С глобусом мы танцевать можем лишь вот так вот! Но зато какой плюс! Мы можем вертеть глобусом, покрутить его! А еще есть небольшой секретик с этим глобусом, пишите в комментариях какой, кто знает! В этом шкафчике лежит книжка, и небольшие вот вазочки на верхней полочке! Также у учителя есть свои прибамбасы! Школьный звонок, два калькулятора, органайзер с ножницами, и самое классное здесь, это школьная доска! На ней вы можете уже рисовать нормально! У вас все пишется раздельно! В Аватар Ворлд такой пример вот не получится написать! В мире Аватаров вам придется постараться, чтобы вашу надпись поняли! На стенке есть тоже картины! Правда, никаких известных художников и музыкантов! Мы видим планету Земля, сердце, наверное, это сердце персонажа в Токобоке, графики и таблицы химических элементов в Токобоке! Аватар Ворлд находится в плюсе только в том случае, что когда мы выкидываем мусорку, мы можем предметы доставать в Токобоке, чтобы этот предмет снова появился! Мы должны перезайти в школу! Давайте это сделаем! Не скажу, что это какой-то огромнейший минус! Ничего вам не мешает перезайти или достать предмет из мусорки в Аватаре! Огромнейшим плюсом, конечно же, является то, что здесь есть школьная столовая! Да, в Токобоке отдельная целая столовая! Мы можем в ней прекрасно покушать, взять подносик, тарелочку, наложить то, что вы хотите! Обычно ассортимент не обновляется, и это минус! Я уверена, если бы в Аватар Ворлд была школьная столовая, то еда бы там тоже обновлялась! Допустим, на завтраке была бы каша, на обед подавали супчик с гарнирчиком! Я уверена, разработчики бы постарались и придумали клёвые фишечки! Много отличий, но рано их сравнивать, эти две игры, потому что Аватар Ворлд только развивается! Не все обновления были введены, не все баги учтены! Первый взгляд сделан, а что будет дальше, узнаем, конечно же, дальше! Ну что, друзья, мне безумно понравилось это обновление! У меня появилось вдохновение снять какой-нибудь мини-сериал, правда, это будет сложно сделать из-за лимита! Но если вы ждёте какой-нибудь школьный сериал от меня, то тоже напишите в комментариях, покидайте какие-нибудь идейки, на какую тему бы вы хотели сериал, может быть, про детей, про близняшек, может быть, снять что-то вроде сериала про красивую ученицу и некрасивую ученицу! В общем, жду вашей идеи в комментариях и делитесь своим мнением по поводу школы! Я вас всех очень сильно люблю, желаю в мире добра, позитива и много вкусной пиццы! Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok